Мне кажется порою, что солдаты скрывал непришедшие петли. Сегодня 71-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Эта война коснулась каждого, и сейчас уже правнуки победителей чтят память тех, кто не вернулся с фронта. Больше 60 тысяч якутян были призваны в поля сражений, и немногие вернулись с фронта к своим родным. В Якутске в преддверии 9 мая традиционно уже прошла акция «Свеча памяти», собрав тысячи якутян на площади победы. Каждая свеча как дань памяти всем, кто не вернулся с поля боя, кто отдал свою жизнь ради будущего поколения. Сегодняшняя акция – это вечер памяти. Свеча памяти, которую зажигает молодое поколение, это те ребята, которые только пришли жить, но они помнят. И у них в груди горит тот огонь, который 71 год назад зажгли наши деды. Я уверен, что сегодняшняя акция – это основа нашего будущего, основа гордости за свою родину. Нет ничего ценнее человеческой жизни, нет ничего дороже, чем любить свою родину так, как любили наши деды и отстояли нашу свободу. Пусть эта акция в памяти тех наших дедов, которые погибли более 70 лет назад в боях, сражениях за свою родину, будет нестись дальше, сквозь поколения. Под звуки метронома, напоминающие биение сердца, люди почтили память павших на полях сражений минутой молчания. В кровопролитной войне, длившейся 1418 дней, погибло около 27 миллионов человек. Именно советский народ внес решающий вклад в освобождение Европы от фашизма. Подвиги героев войны сегодня чтят их правнуки. Акция очень важна для молодежи, для детей. У нас дедушка тоже участвовал в войне. И вот дань памяти, мы стоим вот здесь вместе с внуком. Я считаю, это очень важно, потому что, ну, не зная своего прошлого, ну, истории, нормального будущего народа не будет. Вот, и, ну, память, она очень важна для народа. Бабушка служила в Самаре, если я не ошибаюсь. Там было военное действие. Была зенитчицей, да, научицей. Ольга Пантелеймоновна Ермилова. Землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Я рассказывала своей дочери о наших, о моих двух дедах, о ее прадедах, об их истории, как они воевали, как они ушли. Один вернулся, второй не вернулся. То есть, это как раз повод вспомнить, повод рассказать, передать младшим поколениям вот эту историю. Историю нашу личную. Каждая семья ведь принимала участие. Вот здесь такой момент, когда каждая личная история войны объединяется в общую, в историю страны. И вот эти свечи, они как огоньки нашей души горят. Это очень красиво и символично. Прекрасная акция. Я думаю, она должна жить годы, десятилетия и века. Каждый год в центре Якутска собирается все больше якутян. В этот раз сюда, по самым скромным подсчетам, пришло больше 16 тысяч человек. И большинство из них были представителями молодежи Якутии. Эта акция проводится в нашем городе с 2010 года. И с каждым годом она приобретает уже черты традиционного нашего мероприятия, когда в канун Дня Победы мы вспоминаем всех тех, кто пал на полях битв. И вы знаете, с каждым годом я радуюсь, что очень много молодежи на этом празднике. Тех, кто именно через эту акцию, в том числе, приобщается к нашей истории, к патриотизму. И вы знаете, вот наша акция в нашем городе, она одна из самых многочисленных во всей России. Это говорит о том, что в Якутске живут настоящие патриоты своего города, своей республики, своей великой страны России. И я уверен, что пока вот столько людей собирается на эту акцию «Свеча памяти», наша страна не победила. Ежегодно в Якутске проходит акция «Свеча памяти». Тысячи горожан приходят на Площадь Победы, чтобы почтить память ветеранов, которые погибли на полях сражения с 1941 по 1945 годы во время Великой Отечественной войны, чтобы у нас с вами было настоящее и наше будущее. С каждым годом в акции «Свеча памяти» участвует все больше горожан. По мнению многих, сегодня уже на Площади Победы собралось больше 10 тысяч человек. В одно мгновение на Площади Победы вспыхнули тысячи свечей. В память всех павших в год Великой Отечественной войны на фронте, в концлагерях, тылу и ушедших от нас ветеранов, собравшиеся на Площади Победы зажженными свечами, выложили слово «Помним». Они защищали Москву и Сталинград, участвовали в прорыве блокада Ленинграда, Курской битве и взятии Рейхстага. Тысячи наших земляков отдали свои жизни во имя Великой Победы. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСИА. С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова